Всем привет! Меня зовут Таша и вы на канале Вкусный Уголок. Сегодня мы приготовим котлеты в тесте. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Берем емкость, высыпаем сюда примерно половину всей муки. Здесь в миске у меня 600 грамм. Я ее просеяла. Добавляем чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара, 7 грамм сухих дрожжей, это примерно 2 чайные ложки, сухие травы по вкусу. Здесь у меня итальянские пол чайной ложки. И все это хорошенько перемешиваем. Затем сюда к сухим ингредиентам вливаем 300 миллилитров еле теплого молока, 60 грамм растопленного и охлажденного сливочного масла. Если нету масла, можно взять и маргарин. И замешиваем тесто. Далее сюда понемногу продолжаем подсыпать муку и замешиваем тесто. Сначала ложкой, а затем уже руками. Вот посмотрите, примерно вот такое тесто у вас должно получиться. На данный момент у меня сюда ушло 570 грамм муки. Теперь я кладу его в емкость, накрываю и так ставлю в теплое место для поднятия примерно на полтора часа. Прошел час двадцать и вот так хорошо у меня поднялось тесто. Теперь я рабочую поверхность присыпаю мукой, выкладываю на нее тесто. И понемногу подсыпая муку, буду месить тесто на столе около 5 минут. С мукой смотрите, не переборщите, тесто должно у вас остаться мягкое и приятное. И теперь его делим на части. Величина этих частей будет зависеть от величины котлеты. Я хочу поделить на 16 частей. Каждый кусочек немножко подкатываем и выкладываем вот здесь вот в стороне. Как видите, тесто я прикрыла пакетом, чтобы оно не обветривалось. Теперь берем один кружочек, раскатываем его. В середину кладем котлету. Вы можете их приготовить по любому рецепту. У меня котлеты из прошлого видео. И вот так вот заворачиваем. Вот здесь вот нужно немножко прищипнуть. И вот таким вот образом ставим на противень швом вниз. Вот посмотрите, булочки сформированы. И я их выкладывала на тефлоновый коврик. Вы же можете использовать обычную пергаментную бумагу. Теперь я их накрою тканью. И так оставлю примерно минут на 20-25. За это время нужно разогреть духовку до 180 градусов. Время прошло. Теперь я взяла один желток, добавила столовую ложку молока. Хорошо перемешала. И вот этой смесью сейчас смажу каждую булочку. Сверху для красоты присыпаем кунжутом, либо другими семенами. И ставим в духовку минут на 20-30. Вот такие красивые котлеты в тесте получатся и у вас. Оставляем их остыть. Получается вкусно. Вот посмотрите серединку. И на мой взгляд это отличный перекус в школу, либо на работу. Попробуйте сделать и вы. Ну и конечно, если понравилось, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе.